Это Фердинанд Уолда Демара, известный под кличкой Великий Самозванец. Он за свою жизнь с большим успехом сыграл людей большого количества профессий и занятий. От доктора психологии и бенедиктинского монаха до учителя и военного хирурга. И все это без малейшего образования хотя бы в одной из этих отраслей. Более того, он не закончил даже средней школы. Подделывая дипломы и документы, Демара получал работу, на которой чаще всего с блеском выполнял свои профессиональные обязанности. Многие начальники, под руководством которых работал Демара, были им довольны, так как он имел прекрасную память и мог запоминать множество необходимых вещей, раз прочитав их в книге. Некоторое время он жил новой жизнью, а затем неожиданно исчезал, как только работа наскучит. Несколько раз он инсценировал самоубийство, после чего менял имя и переезжал на другое место. За свою мошенническую карьеру Демара успел побыть инженером-строителем, заместителем шерифа, начальником тюрьмы, доктором психологии, адвокатом, экспертом службы защиты прав детей, редактором, специалистом по раку, хирургом и преподавателем. Удивительно, но ни в одном случае он не искал большой материальной выгоды. Казалось, Демару интересовал только социальный статус. Самый яркий эпизод из его биографии – это, пожалуй, служба военным хирургам на канадском эскадренном миноносце во время Корейской войны. Демара выдавал себя за своего случайного знакомого, доктора Джозефа Цира. За время службы импровизированный хирург провел десятки операций, большая часть которых прошла вполне успешно. Однажды на борт были доставлены сразу 16 южнокорейских морских пехотинцев с тяжелыми ранениями. Демара приказал медсестрам готовить их к операции, а сам заперся у себя в каюте с медицинским справочником и изучал предстоящие операции. В итоге все 16 человек выжили, а виртуозное удаление пули из грудной клетки, проведенное гениальным доктором Циром даже попало в газеты. Это-то и подвело Демару. Мать настоящего Цира с удивлением прочитала об успехах своего сына на миноносце, в то время как он, по ее данным, преуспевал совсем в другом месте на суше. Она поспешила сообщить, что статья неправильная и на фотографии не ее сын, и Демара был выведен на чистую воду. Капитан эсминца вначале не хотел верить, что Демара не врач, ведь свою работу он делал превосходно, из-за чего канадский флот не стал подавать в суд на Демару, и он вернулся в Соединенные Штаты. После этого происшествия он обрел большую узнаваемость и стал работать на разных мелких работах, нигде подолгу не задерживаясь, так как он стал известен большому количеству людей. Он продолжал жить под вымышленными именами, но это становилось все труднее и труднее. О жизни Фердинанда Демары в 1960 году написана книга «Великий самозванец», автор которой Роберт Криштон, и снят одноименный фильм. Я выдал себя за декана колледжа в Пенсильвании. За кого? За декана колледжа в Пенсильвании? Ничего себе! Так если вы так хороши, что можете быть деканом колледжа, почему бы не устроиться на работу под своим именем? Потому что мое имя – это имя неквалифицированного специалиста. Я ведь даже университет не заканчивал.